Так как мы в январе этого года открыли предстоительство Санкт-Петербургского нашего общества здесь, в этом доме, мы хотели бы быть частыми гостями и хотели бы, чтобы наши мероприятия были самые разнообразные. Мы здесь, в Санкт-Петербурге, такой прибыли команды, нас пятеро, и хотели бы очень вкратце рассказать, как перекрестный год культуры, мы выносим нашу лепту в то, чтобы еще больше расширить и укрепить российско-турецкие культурные контакты. Мы в Санкт-Петербурге начали, уже провели два мероприятия. Это фестиваль Санкт-Петербург в Турции. Мы, это наше общество и наши партнеры, это отель-амбассадор. Ген-директор отеля, отель-амбассадор, господин Шарапов присутствует тут. Это не только отель, это клуб дипломатов, где проводятся самые различные культурные мероприятия, ген-консульс уже на протяжении последних лет двадцати. И в наших планах провести там и показ, спектакли, театры Карагез, и фотографии, Россия, Турция, Санкт-Петербург, 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 Турция. И так же провести такой круглый стол, историю и культуры Турции. И в архивах, библиотеках и музеях Санкт-Петербурга. И в архивах, библиотеках и музеях Санкт-Петербург, ген-консульс в Санкт-Петербурге, господин Шинар, ген-консульс в Санкт-Петербурге, господин Шинар, ген-консульс в Санкт-Петербурге. И в архивах, библиотеках и музеях Санкт-Петербург, ген-консульс в Санкт-Петербурге, ген-консульс в Санкт-Петербурге. И уже такая команда 10-15 человек готова, и армин скоро, так сказать, этот армен начнется. Санкт-Петербург, ген-консульс в Санкт-Петербурге, ген-консульс в Санкт-Петербурге. Иначе Нисан rateю, ở Санкт-Петербурге, ген-консульс в Санкт-Петербурге, several 잘� Вот такие скромные наши дела и презентация книги и перевод ош глазами русских исследователей это тоже как бы часть нашей деятельности. Буквально два слова о книге и ее переводе. Благодаря стараниям прежде всего генконсула России в городе Ош Иванова Юрия Владимировича к сожалению покойного. Турецкий период вышел чуть меньше, но тем не менее вся часть текста сохранена. Ош это не просто город, это в общем-то мы под городом Ош имеем ввиду весь регион при Тяньшане и Алая. В конце 19 века это было самое такое ключевое место на пути России в Китай, на пути в Россию. В то время это Кашгария, в Туркестан, на восточной. Из города Ош было предпринято 36 экспедиций России. Из города, через Ош. 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 watange будешевых и yanlış Playiem. Обыд ROBERTシャфи, слож 안에 cover сотвор. И позвольте в заключение моей немножко затянувшейся речи, такой приятный сюрприз, я бы хотел от нашего общества передать, ну, такие, как сказал, как бы премиальные дары. Прежде всего, представитель нашего общества в Турции, господину Хасану Кангулату, Бюст Петра I, профессору, доктору исторических наук, Ильясу Кемаль Олу, который представитель нашего общества в Стамбуле, ему вот такой вот, объясню почему, потому что Ильяс издал первую книгу в Турции о Путине. И представитель нашего общества в Турции, который любит и знает русскую историю, потрясающую, и коллекционирует разные, так сказать, и будет Сталин. Ну и несколько слов скажет Хасан Бей. Продолжение следует... Продолжение следует... ... mooie тура,Os из-за Андерии иgeeютие, в Турции... ... особенно Хасанбулатстве в Турции, даже в истории Анкары... Мы считаем его как бы столицей Ферганы. Это территория, где родился Эмир Тимур. Это территория Анатолия. И эти люди армия Тимура дошли до города Измир и завоевали. И поэтому Ош играет также важную роль в истории Анкары. Мы знакомы с господином Колесниковым. Он уже 20 лет и тесно с ним дружим. В нашем сердце только в Тюрке и в Руси есть доступ к Кокрюсу. Конечно мы все выступаем за развитие российско-турецких отношений. Мы в свою очередь тоже вносим свой вклад в развитие этих отношений. Я думаю, что все, кто присутствует в этом зале, господин посол и остальные гости, тоже выступают за развитие российско-турецкого сотрудничества. Поэтому мы здесь сегодня собрались. Я благодарю вас. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok